итак приветствую и это видео про ткань конечно прошу прощения то что долго не было роликов были определенные дела но в этом ролике мы разберем ткань и эта ткань будет как бы для сцен то есть мы не говорим про персонажей мы не говорим про какие-то там еще другие сцены ну в смысле по отношению к персонажам эта ткань чисто для сцен без персонажей эта ткань для ассетов эта ткань для ну то есть если уж прямо говоря для домиков еще чего-то то есть для каких-то или статичных объектов или объектов которые имеют там эффекты ветра например пожалуй можно начать с того что ткань я тут немножко экспериментировал покажу еще раз мы создаем просто plane увеличиваем как нам нужен этот plane поднимаем этот plane и затем мы его делим несколько раз ну например вот на столько раз накидываем сразу на всякий случай subdivision surface режим simple простой и оставляем однерку далее здесь close у нас пропадает переводим таймлайн на ноль кстати да таймлайн желательно выставить до 1000 до тысячи 500 до двух тысяч потому что иногда симуляция очень долго просчитывается либо в принципе вам нужно будет очень долго ждать чтобы тряпка как нужно вам перегнулась загнулась в общем смялась далее здесь есть пресс это и самые базовые базы для ткани это cotton cotton это у нас по моему шелк quality steps это насколько качественные будут шаги то есть тут условные шаги это когда уж ткань переминается ну я советую не трогать вообще эти настройки но в общем если вам нужно более качественное скажем так смятие ткани то вместо 5 можем поставить 10 15 20 зависимости от того насколько у вас мощный компьютер далее vertex mass и вообще physical настройки их в принципе можно не трогать тут воздух blending модель но это уже более продвинутые настройки далее мы можем посмотреть еще кэш кэш это запечка нашей симуляции но я думаю для тех кто хоть немножко понимает в fx он понимает о чем это если вы не понимаете что такое запечка для подобных вещей то лучше в это пока что и не влезать далее у нас есть шейп и я думаю что это вторая по важности функция в ткани кроме самой ткани это фиксирование определенных точек но этом видео я покажу как это работает мы будем этим пользоваться в общем шейп это важно коллиженс это уже настройки относительно того как ткань будет облегать коллизию то есть там шарики пол стены еще что-то какая у вас там будет коллизия качество тоже стоит 2 можно качество повысить она будет как-то более точно более четко что-то обтягивать например и так далее object collisions это также как и во многих модификаторах в блендере мы можем назначить коллекцию коллизии то есть у нас например на сцене много много всего всякие там домики например мебель какая-то до пол окна и так далее нам нужно чтобы коллизия была например только от стен выбираем коллекцию только со стенами также можем выбрать distance clamping и благодаря этому мы можем настроить коллекцию коллизии силы которые влияют на нашу коллизию мы тоже можем их добавить и силы у нас по моему они не в этой вкладке если честно я имя почти что даже не пользовался в блендере ну пользовался ради тестов когда-то очень давно но в общем возможно сделаю видео вспомню эту тему у нас есть силы например просто сила все силы gravity гравитация ветер еще что-то то есть вот fluid flow и так далее то есть любая сила может взаимодействовать на нашу ткань после того как мы накинули ткань что-то понастраивали например мы также смотрим как она просто упадет она просто падает теперь если мы сейчас я вот это все удалю теперь если мы допустим добавим пол увеличим этот пол на ноль сразу переводим немножко поднимаем нашу ткань к полу мы добавляем collision как вы видите у collision тоже есть определенные настройки но кстати их я трогать не советую потому что ну это коллизия а качество коллизии можем настроить в самой ткани поэтому ну смысла трогать их мало далее пробел и мы видим как наша ткань падает на наш пол ну и получается вот такой вот типа ковер например да скрученный ковер но помимо этого у нас также есть шейп что такое шейп значит мы заходим в режим редактирования и здесь мы заходим в vertex groups особо страшного и сложного делать не нужно выделяем например вот эти vertex и и добавляем группу называем эту группу x и обязательно не забываем обязательно нужно прожать сейн то есть назначить мы назначили эти вершины в эту группу запомнили теперь переходим модификатор ткани не сами модификаторы а вот сюда физик то есть как бы более развернутый для нас модификатор ткани проще говоря здесь в шейп пин групп мы находим fix выбираем fix что это нам дало теперь наша ткань просто висит этого не видно можно посмотреть то есть мы видим здесь она двигается сейчас она чуть-чуть поднимется возможно придется заново чуть-чуть играть вот наша ткань залезла на нашу коллизию то есть пин фиксирует нашу ткань на тех вертексах которые ну как бы нам нужны для фиксации для зачем это нужно это нужно для штор это нужно ну в общем для разных объектов еще раз для закрепления покажу другой пример мы берем plane делаем гораздо больше подразделяемые несколько раз на этот раз можно даже без модификатора close и тоже шелк на код то надо кстати не вспомнил или так и сказал в общем шелк далее выбираем крайние точки нашего объекта выйдет в моде с шифтом назначаем им группу я не буду переименовывать и далее заходим в настройки ткани и выбираем нашу группу смотрим что происходит ну то есть как бы в теории у нас получается такой вот своеобразный шатер для чего-либо и теперь мы можем добавить например ювисферу чуть поднять ее и теперь еще один момент которым я хотел рассказать это такая своеобразная не особо точная но довольно прикольная и возможно кстати меня эта вещь выручала и выручает до сих пор это симуляция в реальном времени но относительно такая в реальном времени значит включаем симуляцию добавляем коллизию нашей сфере и вот у нас получается такой шатер теперь мы двигаем сферу у нас получается такой шатер то есть таким образом мы можем как бы регулировать нашу коллизию кстати дальше у нас не симулируется потому что здесь в настройках у нас есть кадры для симуляции вот они у нас находятся в кэше ставим тысячу и продолжаем симулировать как нам угодно я же правильно понял вроде бы это так опускаем поднимаем поднимаем еще да у нас продолжается симуляция и таким образом мы можем как бы править подтягивать что-то изменять наших тканях шейд смуз ну и допустим для шатра нам вот понадобится вот такая ткань что мы дальше делаем конечно же если это для статик мыши для осы до какого-то то мы можем просто зайти модификаторы принять модификатор ткани теперь если мы включаем симуляцию все этот объект у нас уже не двигается не симулируется ну конечно прежде чем применять такие модификаторы я рекомендую их копировать ну сами объекты с модификаторами чтобы один превращать меш а второе ставить но на всякий случай потому что разные ситуации бывают и собственно по развертке подобной ткани если мы делаем наш объект ткани из плейна то развертку вообще можем не трогать то есть она отличная это просто развертка куда все ляжет прямо как нужно если же мы создаем plane например вот такую и как-то и это уменьшаем стягиваем растягиваем и прочее конечно же как я и говорил в ролике про развертку по моему простую развертку быстро мы заходим и видитинг эдитинг прошу прощения и видим что одну развертка у нас и текстура будет растянутая но мы можем control scale затем smart UV окей и все отлично и точно также мы делаем для ткани главное это наверное сделать развертку до применения модификатора ткани то есть мы симулируем 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 остановились вот такая ткань нам нужна идем UV редактирование делаем развертку сделали развертку применяем модификатор ткани теперь по поводу штор похожая ситуация то есть мы берем например так также в модификаторе ткани нам нужно поставить больше кадров 1000 и теперь мы берем сферу то есть это уже наверно больше относится к тому как сделать например шторы ну например вот так удаляем фейсы и удаляем половину нашего кружка удаляем здесь уже вершины получается вот такая штука что мы с этой штукой делаем мы ее можем уменьшить немного подвинуть немного желательно чтобы она была прямо посередине если у вас что-то не очень получается через вот этот прием через этот момент который сейчас показываю то можно попробовать ее экструдировать чтобы у нее была толщина например вот так неважно правильность экструдирования тут в этом случае не особо важна далее включаем симуляцию начинаем сдвигать и допустим если мы оставим в этом положении наша ткань по чуть-чуть туда загнется смотрим 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 мы по чуть-чуть она туда загибается правда нам нужно удалить нитки пол еще раз убираем включаем симуляцию ждем пока она начнет загибаться в нашу штучку ну это такая более-менее лопольная ткань у нас получается поэтому ее качество не очень хорошие и видим что она куда-то вверх пошла ну в принципе можно остановить симуляцию на том моменте где она загнулась вверх еще не пошла ну то есть подобрать для себя более хороший вариант и например шейд смуз затем например конвертируем ее в mesh так где у нас конверт mesh далее subdivision surface прежде чем мы конвертируем можно наложить solidify либо уже когда конвертнули можем наложить solidify для толщины но это уже больше геймдеву относится вот и таким образом у нас получилось штора и здесь мы уже эту застежку можем там как-то отлично и таким образом можно сделать штору в принципе любой объект ткани вот и раз разверткой то же самое вещь что я говорил ранее что просто control a scale если мы меняли размер как-то не пропорционально если мы не меняли размер то развертку трогать вообще не нужно там у нас будет просто квадрат развертка и через эту развертку мы уже накладываем какой-нибудь substance и текстуру она будет отлично лежать с хорошим текстильденсити если у нас допустим нужно засунуть вот такой элемент развертку то мы либо весь квадрат уменьшаем и вставляем чуть-чуть где-нибудь с краю вот эту часть ну либо уже что-то замудряемся пытаемся придумать такое прямо что-то сложное если у нас есть на это время ну и на этом спасибо за просмотр я понимаю что роликов долго не уходило но я проявлял некую активность в телеграме скоро у меня будет анонс анонса одного проекта поэтому можете зайти в телеграм и посмотреть также можете посмотреть бусти там есть очень интересные материалы которые я думаю пригодятся каждому можете посмотреть мой инстаграм и также посетить мой арт-стейшн следующее видео я постараюсь поблагодарить быстрее выпустить подписывайтесь на канал ставьте палец вверх или палец вниз а также пишите в комментариях если у вас остались какие-то вопросы спасибо за просмотр и удачной симуляции ткани в блендере а 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 Субтитры создавал DimaTorzok